Маленькие дети очень непоседливы. Они привыкли изучать окружающий мир и себя в нем, порой совершая опасные действия. Например, одной из таких привычка засовывать в нос, рот и уши маленькие предметы. И таких непосед принимают в лороотделении Брестской областной больницы регулярно. Только за 2018 год в детской больнице зарегистрировано 90 таких случаев. За текущий период этого года более 80. Причем эта цифра не имеет тенденции к снижению или сезонности, утверждают врачи. Детишки предпочитают засовывать в нос и в уши детали конструкторов, туфельки маленьких куколок, бусинки и наиболее часто колеса от машинок. Любимым местом хранения сокровищ специалисты называют нос. На втором месте уши. Реже горло и пищевод, но они разделяют самое опасное – третье место. На первом месте яблоки, на втором месте мелкие игрушки, которые детям дают играть. Может быть, по беспечности, скорее всего, родителей. Когда ребенок, скажем, кушает, они начинают с ним играть, и ребенок веселяет, скажем, вдыхает пищу, и она попадает в дыхательные пути. К сожалению, это очень серьезное, скажем, последствия может иметь вплоть до летального исхода. У нас такие случаи были. Порой ребенок так глубоко заталкивает инородные тела в нос и уши, что не специалисту, да еще и невооруженным глазом обнаружить их невозможно. Предмет, находящийся глубоко в носу, со временем обязательно даст о себе знать с затруднением дыхания. А семечко или другой мелкий предмет, застряв в гортани, заставит малыша попросту задыхаться. И в этом деле без хирургического вмешательства уже не обойтись. У нас уже в этом году мы где-то около 35 тел олимонфоскопии с удалением инородных тел. То есть это довольно-таки процедура, она и опасная, и как для ребенка, так она сопряжена с большими сложностями и врачебными, и для пациентов. Удаление инородных тел из пищеварительного тракта – это довольно-таки болезненная процедура, поэтому все эти исследования мы проводим под общей анестезией. Для удаления у нас есть специальный набор инструментов. То есть ребенок вводится в наркоз, и под наркозом выполняем фиброгастрододеноскопию, находим это инородное тело и специальными щипцами, которых есть несколько видов, мы пытаемся это инородное тело захватить и извлечь. Если щипцами не получается, у нас в наличии есть различные корзинки, которые мы можем как ловушку накинуть на инородное тело и извлечь. Эта мини-операция не только болезненна, но опасна для здоровья малыша, утверждают хирурги. Сама по себе процедура фиброгастрододеноскопия – это непростая процедура, и даже без удаления инородных тел это исследование может повлечь за собой какие-то неприятные последствия. Одним из самых тяжелых последствий является перфорация либо пищевода, то есть то отдела ЖКТ, которым мы проводим, пищеводы, либо желудка. Также может быть, например, кровотечение какое-то. Дабы избежать подобных ситуаций, врачи настоятельно рекомендуют не давать в руки малышам мелкие предметы, а также не баловаться во время приема пищи. Ведь такие небезопасные игры могут дорогого стоить. Бывает еще иногда, родителям помогает бабушка с дедушкой, они покормят ребенка и тихонько, если ребенок подавился, боясь об этом сказать родителям. У ребенка может быть очень затяжной кашель, до года, например, ребенок кашляет. И потом, делая вонпоскопию, у нас был такой случай, ребенок вдохнул семечку от аргуза. И она стала вдоль гонка, и когда она открывала вонп, ему становилось легче. Брещанка Диана Семенюк часто остается присматривать за своей двухлетней крестницей Лерой. Девочка, как и все дети, непоседлива, потому за малышкой нужно следить всегда в оба. Месяц назад Лера решила поэкспериментировать, засунула в нос мелкую деталь от конструктора. Не мешкая, крестная сразу обратилась в приемное отделение детской областной больницы. Повезло то, что игрушка не до конца влезла, и как бы приехали специалисты. Это есть такая специальность, надавливайте немножко на носик, и если недалеко игрушка, ее можно просто-напросто выпихнуть оттуда. Так что всем мамочкам рекомендую, прежде чем давать ребенка мелкие игрушки, посмотрите, чтобы этот ребенок не воспользовался ни в нужном назначении, ни в ушко, ни в носик, ни в ротик. Наученная горьким опытом, теперь Диана знает, как обезопасить ребенка от беды. Но врачи еще раз напоминают, лучший учитель – это не собственный опыт, по крайней мере, если речь идет о здоровье и жизни маленького ребенка. Мирослава Коваленко, Григорий Пекарский, телекомпания БУК-ТВ.